Здравствуйте! И когато отрыгахме за тук, Геннадий ни предложи да ни послужи. И я поймал себя на мысли, что придется проповедовать на русском. Что последние 9 лет мы только проповедуем на болгарском. Если буду немножко путать слова, не осуждайте сильно. Слава Богу! Помолимся? Нека си помолим. Отец Небесный, Господь, Боже, спасибо Тебе, Господь, за эту возможность послужить в Доме Твоем. Да послужим в Твоя дом. Да се намираме в Твоя дом. Да прибудваме в Твоя дом. Да се общуваме в Него. Да получаваме в Него. Боже, двигайся Ти сегодня. Движи се тук. Говори Ти, Господь. Говори Ти чрез нас. Используй, Господь. Используй Ни. Меня как инструмент. Мен като инструмент. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава на Бога. Слава Богу. Началось. Хотел бы сегодня, знаете, поделиться одной историей. И бих искал да споделить одна история с Вас. Эта история, она очень ободряет меня. Тази история много такими соживяла. И это первая царь с девятая глава. Первого царя, девятая глава. Эта глава, она говорит об избрании царя, помазанец на царство. Не говори за призвание то, помазанецу на царя, за царство то. Первый царь на израильский народ. Первый царь на израильский народ. Это очень интересно. И так как у нас время ограничено. Но эта глава, она очень длинная. Тази глава е много дълга. Я ее не буду всю читать. Аз няма да я чета цялата. Я немножко перескажу в начале. Малко ще ви предскажа началото. Но остановлюсь конкретно на определенных стихах. Обаче ще се спрна определени стихове. За които исках да споделя с Вас днес. Был некто из земли Вениаминовой по имени Крис. И Библията казва, че това е бил много известен човек. И у него был сын. И звали его Саул. Он был очень высокий. Красив. И у Криса, у отца его пропали ослицы. И на киста ему исчезнали Магаритата. И отец просит сына. И башта пита си носи. Возьми, говорит, себе слугу. И той казва, вземи се слуга. И идите поищите ослиц. И уцедете да потърсите Магаритата. И Саул в послушании, как сказал ему отец. И Саул в послушании, как тому и казва баштаму. И Саул отправился на поиск этих ослиц. Обошли одну землю. И се обиколили едната земля. Не нашли. Не са ги намерили. Обошли вторую землю. После тръгнали за друга земля. Не нашли. Пак не са ги намерили. И така еще они проходили определенные земли. И така са обиколили определенные земи. Но не могли найти этих ослиц. И Саул говорит своему слуге. И Саул казва на слугата си. То, что мы не можем найти ослиц, давай будем возвращаться. Потому что отец сейчас забудет правослов и начнет переживать за нас. Но слуга говорит Саулу. Давай зайдем в этот город. В этом городе находится Прозорливец. И спросим у него. Направление, куда нам идти. Знаете, очень часто так в нашей жизни бывает, что когда мы начинаем куда-то двигаться. И много често в нашей жизни случва так, че когда мы начинаем двигаться на някъде. Как в жизни с Саулом, да, обходя земли и не найдя то, что мы ищем. Както и при Саул, който обикарял земли и не могла да намеря това, което търсил. Мы хотим сдаться. Ни искаме да се предедем. Хотим вернуться назад. Искаме да се върнем обратно. Мы начинаем искать причину, чтобы вернуться. За почвами да търсим причина-то, за да се върнем. Отец начнет переживать. Баштай неща почва да се притеснява. Но знаете, очень важно иметь рядом людей. Мы бачи много важно да имаме наоколо хора. Которые, ну, всегда смогут подтолкнуть. Което винаги да могат да не такая рычкат. Это может быть супруга. Тва можда и супруга. Это можат быть супруг. Тва можда и супруга не. Это можат быть приятели. Можда и приятел. Можда и родители. Можда и родители. Можда и даже дети. Можда и даже децата не. И знаете, но Саул продолжает искать, как бы, такую причину и говоря, Как мы пойдем к прозорливцу? У нас ничего нет, что дать ему в дар. Даже хлеба не осталось. Но слуга продолжает настаивать на своем, говорит, у меня есть немножко серебра, я дам в дар прозорливцу. Интересно, да? Интересно, что слуга сейчас начинает толкать Саула. И Саул говорит, хорошо ты говоришь. Пойдем, сходим к прозорливцу. В те времена прозорливцы, прозорливцы, то есть пророки в те времена назывались прозорливцами. И в Унезии времена пророкствовались и наречили прозорливцами. Прозорливец. Глядач. И отправились они в этот город. И те си спратили в Тозыград. Подходя к городу, они встретили девиц. И начали спрашивать, где дом прозорливца. Очень интересно, знаете, что девица ему отвечает, что сегодня состоится жертвоприношение на высоте. И прозорливец, он пойдет на высоту, чтобы благословить жертвоприношение, чтобы люди начали есть. И если вы поспешите, то вы его застанете еще на площади. Саул со слугой, они продолжили свой путь туда, к площади. И Саул со слугата си продолжават пытя си кем този площад. Когда Самуил увидел Саула. И когда Самуил вижда Саул. Давайте вот здесь сейчас немножко прочитаем. Нека прочитаем. И пошли они в город. 14 стих. 14 стих. И пошли они в город. Когда они вошли в середину города, то вот, и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал, Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажешь его в правителя народу моему, Израилю. И он спасет народ мой от руки филисимлян. И я призрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, Вот человек, о котором я говорил тебе. Он будет управлять народом моим. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его, Скажи мне, где дом прозорливца. То есть Саул, он даже не знал, кто такой, как выглядит прозорливец. И отвечал, девятнадцатый стих, И отвечал Самуил Саулу и сказал, я прозорливец, Иди впереди меня на высоту, И вы будете обедать со мною сегодня, И отпущу тебя утром. И все, что у тебя на сердце, скажу тебе. О баслицах, которые у тебя пропали уже три дня, не забудься, они нашлись. Вау. Знаете, очень интересный момент, То, что, когда они встретились, Интересный момент тут, когда те се срещат, И Саул спросил, где дом прозорливца, То есть Самуил сказал ему, Я прозорливец. Самуил уже все знал. Самуил вече и знал всичко. Знаете, интересный момент, что Саул, У него в голове поиска слиц. В главата му всеочее търсението, То есть в търсение на тези услици. Самуил, А Самуил, В голове у него, В неговата глава, Помазать на царствие. Помазание върху царството. И Саул Ищет ослов. Самуил Ищет царя. Знаете, такой момент, И когда Самуил говорит ему, Иди впереди меня. И когда Самуил ему казва, Върви от пред, пред мене. Очень интересный такой момент, Что, знаете, Впереди пророка, И че пред пророка, Позволительно идти только царю. Се позволява да върви само царя. На высоте, И на высокото място, Собралося, Немножко раньше там написано, Малко по-нависоко пише, Что на высоте собралось знать, Че там се собрали такива заможни, богати хора. И никто не начинает, Все ждут пророка. Всички очакват пророка. И когда пророк начнет двигаться на высоту, И когда пророка започва да се движи на высоко, Нагоре, Уже после него, Будет движение определенных людей. След него, Вече се движат и останали си другите хора. Но Самуил говорит Саулу, Иди впереди меня. Обаче Самуил казва на Саул, Да върви от пред, пред него. Очень важно иметь в жизни человека, И много важно да имаме в живота си человек, У которого ты можешь чему-то научиться. От когото можешь да се научиш на нещо. Самуил, Самуил, Начинает, Започва, Учи Саула, Да върви като цар. Хочу рассказать один такой очень, знаете, Момент из моего детства. И искам да расскажа един момент от моето детство. В 90-е это были такие жутки времена. Из 90-е са били много страшни времена. И вот это было, знаете, Формирование на различные группировки. И тогава се формирали различни группи. И чтобы быть защищенным, Ты должен где-то быть. И за да си защитен, Трябва да си под някаква группа. У меня не было старшего брата. А снямах старший брат. Не переживал я родного. Родин брат. Но у меня был двоюродний брат. Который, знаете, Вернулся с армии. Който си вървал от казармата. И мы выходим с ним из дома. И ние излизаме с него от вкъщи. И я встал вот так и впереди него. И я заставам пред него. И я изменил свой поход. И аз промених походката си. Аз знал, что за мной кто-то стоит. Что кто-то может меня защитить. Это такие крути переживания. Когда тебе позволительно идти впереди. Вот здесь вот Самуил. И тук Самуил. Позволява на Саул да върви отпред. Он начинает учить его. Той започва да го учи. Ходить как цар. Скажи соседу своему. Ходи как царь. Ходи как царь. Супер. Иди впереди меня на высоту. 19 стих. И вы будете обедать со мной сегодня. И отпущу тебя завтра утром. И все, что у тебя на сердце скажу тебе об аслисах. Которые у тебя пропали уже три дня. Не забудься. Они нашлись. Вот здесь хочу остановиться еще на один момент. И тук пак искам да се спринал еще один момент. Знаете, Самуил. Самуил. Прежде чем начать вот это движение наверх. Преди да започне това движение нагоре. Он отсекает в мислях Саула. Той в мислите си отразва Саул. Его старые проблемы. Старите му проблемы. Почему он вообще, для чего он пришел. Защо изобщо я дошил тук. Он ему сразу говорит об аслисах. Своих не переживай. Они нашлись. И той веднага му казва. Не се притеснявай за аслиците. Те се намерили. Потому что у Саула в голове. Защото в главата на Саул Найти аслиц. Само мисълта да намери аслиците. Вот здесь Саул начинает отвечать Самуилу. И Саул започва да отговаря на Самуил. Как это похоже на нас. Как това прилича на нас. И он начинает говорить. Почему я? И той казва. Защо аз? Я самый маленький в моем роде. Аз съм най-малкия в моем роде. А мой род самый маленький от всех родов Израиля. А мой род е най-малкия от всички родове в Израил. И я самый маленький в моей семье. И съм най-малкия в моето семейство. Почему я? Защо аз? Мы, знаете, мы очень часто начинаем сравнивать себя и держаться за то свое прошлое. и много часто започваме да се сравняваме с някой друг и да се вспомниме нашето минуло. Знаете, система Советского Союза система на Советский Союз она отпечатала в нас вот это, то, что мы не можем быть особими. Ее оставила този отпечаток в нас, че ние не можем да сме особенни. Мы должны быть все одинаковые. И трябва да сме еднакви. Ходить в одинаковых сандалиях. Ходить в одинаковых трико с уитинутыми коленками. Да ходим в еднакви ансузи с такива колени. В потниках, в майках. В потници. Мы должны быть все под одно. И Саул начинает бороться здесь. Он не понимает, что с ним происходит. Той не разбира, какво се случва с него. Но очень интересный момент. Обаче много интересный момент. 22 стих. 22 стих. «И взял Самуил Саула и слугу его, и вел их в комнату, и дал им первое место между званными». Еще раз прочитаю. «И взял Самуил Саула и слугу его, и вел их в комнату, и дал им первое место между званными, которых было около 30 человек. Знаете, на высоте собирается знать. Это, возможно, премьер-министр страны, может быть, главный прокурор, министры, собралось знать. Бизнесмены, уважаемые люди, но они все сидят и ждут пророка. Никто не начинает. И представьте следната картина, а Самуил заводи туда Саула со своим слугой. И дает им первое место между званными. И им дава първото место между тези гости. Я много раз представлял эту картину в своей голове. И я много раз представил тази картина в мою главу. Знаете, в азиатской культуре в азиатската култура это очень распространено. Когда заходит какой-то уважаемый человек, когда влиза някакъв уважаем човек, всички се исправят и ему дават това почетно място. И това е библейский принцип. Уважать старших. Уважать взрослых людей. И вот здесь Самуил дает Саулу первое место между званными. Никто ничего не понимает. Как знатные люди не понимают, че делает здесь вот этот парень, которого пахнет ослами. Не разбират, какво прави този младеж, с който мириша на услици. И тот не понимает, что он делает здесь. И той също не разбира, какво прави тук. Но знаете, очень интересный момент. Обаче много интересен момент. Самуил учит Саула сидеть как царь. Да стои като царь. Сидеть как царь. Да стои като царь. Скажи в другую сторону соседу, сиди как царь. в другата посока сега стой като царь. Самуил начинает учить Саула сидеть как царь. Самуил започва да учи Саул да стои като царь. И сказал Самуил повару, подай ту часть, которую я дал тебе, и которой я сказал тебе, отложи ее у себя. И взял повар плечо, 24 стих, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил, вот, это оставлено, положи перед собою и ешь, ибо к всему времени сбережено это для тебя. Интересный момент. Интересный момент. Самуил учит Саула кушать да еде как царь. Первое. Ходи как царь. Второе. Сиди как царь. Стой или сиди как царь. И третье. Ешь как царь. Скоро был один такой интересный случай. И наскоро имах интересен случай. Я работаю в една фирма. И така грязна работа. Много мръсна работа. И был такой един объект, где было очень пыльно. И имахме един объект, който беше много прашен. В соседнем городе. В соседнем городе. И мы работали. И работихме. И вышли оттуда в белые. И взялохме белые оттам. Волосы, одежда. Русата ми, дрехите. Все в пыли. Всичко беше в прах. И поехали обедать. Потому что было время обеда. И трыглахме за обед. Беше обед на почивка. Интересно, что можно было пообедать в самом центре этого города. И можахме да едем в най-централната част на този град. В одном ресторане. В един ресторант. И когда мы подъезжали к площади. И когато наближавахме площада. Неколега посмотрел так на меня. Говорит, если хочешь, давай объедем сзади. Колегата ми ме погледна и ми каза, нека обиколим отзад. И зайдем оттуда въззади, чтобы не идти здесь через центральную площадь. Потому что много людей. И аз сначала думал объехать. И отначало аз помислих наистина да заобиколим, защото бях зад вулана. А потом остановился прямо перед площадью. Обаче после се спрях точно пред площада. И сказал ему. И му казах. Пойдем как цари. Нека тръгнем като царей. Знаешь, на тот момент Саул не был еще царем. И в он же момент Саул още не бил цар. И еще пахло осликами. Още ми решил на ослици. Но до помазания обаче до помазанието му имаше един определен процес. И каждый из нас проходит такой процес в своей жизни. И я ему говорю. И аз ему казах. Пойдем как цари. И мы идем два таких вообще, ну, сильно грязных. Но внутри. Обаче вътре. Аз вървя как цар. Заходим в ресторан. Он говорит, давай вот здесь с краю. И той ми казаха, нека седнем от страни. Я говорю, нет. Мы идем в середину, вот за тот столик. Утим его в середину, на унази масса. А там сидят все, вот знаешь, и там сидят, обедают люди. И там обедают хора. Рядом община. На близую община. Там полиция. Полиция. Ну, все, как, знаешь, в одном городе, все в центре. Всичко его в центре, в городах. С офисов люди. Ухорот от офиси. Все такие стильные. Всички такие вот стильные. Красивые. Красивые. И я говорю, нет, мы пойдем вот за тот столик. И аз казвам, не, утиваме на унази масса. Подходим к столик, говорю, садись. На близова ми массата, и аз му казвам, сядай. Будем сидеть как цари. Ще сидим като царе. Подходят официанты, я говорю, меню. И идва сервитер, аз му казвам, меню. Я говорю, будем есть как цари. Ще едем като царе. Это был очень интересный такой момент. И това беше много интересен момент. Потому что независимо, где ты сейчас находишься, в чем ты сейчас стоишь, и в какво си облечен, в чистом, в грязном, тем ли ты занимаешься, что ты хочешь делать, или не занимаешься ты этим. Или не занимаешься ты этим. Это неважно. Това не е важно. Поменяй свое мышление. Промени мисленето си. Начни менять свое мышление. Започни да променяш мисленето си. Тема на проповедь. И темата на проповедта. Найди. Да намериш. То, что ты потерял. Това, което си загубил. Найди. Да намериш. То, что ты потерял. Това, което си загубил. Знаешь, некоторые люди, они даже не понимают. И някои хора даже не разбират. Что они ищат. Това, което търсят. Потому что, знаете, когда мы открываем себя, кто мы в Боге. За что-то, когато си утварями, кои сме Бог. Кто такой царь. Кое царят. И если он отец. И дали то е отец. Значит я сын. Значит аз сам синот. И значит я наследник. И значит я наследник. И я хочу верить в такое царство. И аз искам да верим в такова царство. В такова царя. И в таков цар. Который позволит изменить мою жизнь. Което ще позволит да си промене живота. Знаешь, когда мы собирались на миссию сюда. И когато си запытвахме тук за миссия. Я тоже задавал вопрос. Аз си задавах вопрос. Да я вообще с самого маленького города. Аз му от най-малкия град. Да я вообще с таким прошлым. И съм с такого минало. Да у меня столько комплекса. Имам толкова комплекси. Да я не могу. Не мога. Но Господь, Он менял мое сознание. И Он учит меня по сегодняшний день. Ходить как царь. Сидеть как царь. И есть как царь. Да ям как царь. Знаете, хочу каждого ободрить. Искам да така да ви насърча. 24 стих. 24 стих. И взял повар плечо, и что было при нем, и положил перед Саулом. И сказал Самуил, вот это оставлено, положи перед собою и ешь. Ибо к сему времени сбережено для тебя. Послушай, для тебя сбережено оставлено и возможно ты еще просто не дошел до этого. Ты идешь, но запазено оставлено и есть есть то предназначение которое Господь тебе определил. Есть то служение к которому Господь хочет тебя подвести. В котором хочет тебя использовать. И послушай, Он хочет использовать именно тебя, никого другого. И иска да используя точно тебя, а не някой друг. Оставлено. Оставлено. Знаете, и когда прошел весь вот этот процесс, и когда Самуил учил Саула, ходить как царь, да ходи като царь, сидеть как царь, да сиди като царь, кушать как царь, да едей като царь. Только на другое утро, обаче на следващото утро, Бог Самуил помазывает Саула в царя. Господ помазва Саул за царь. И начинает ему говорить то, что Бог говорил ему. В 10 главе там дальше говорится, говорится о том, что Самуил начинает предупреждать Саула. За това, что Самуил започва да предупреждава Саул, когда ты пойдешь, че когато тръгнешь, благословения Божьи начинаются. Божьи те благословения ще започнат. Ты встретишь одних людей, они благословят тебя хлебом. Ты встретишь других людей. Ты встретишь других хора. И очень важный момент, когда ты пойдешь, много важный момент, че когато тръгнешь, с высоты будут спускаться пророки, которые будут играть на музыкальных инструментах, и в Слове Божьем написано, что сойдет на тебя Дух. И ты станешь другим. Очень важно, быть в поклонении. Очень важно находиться у людей, которые спускаются с высоты. Знаешь, церкви, служения, они поднимаются на высоту, чтобы открыть вот это пространство для благословения. Однажды я попал в церковь. Я вообще не понимал. Я пришел только из-за жены, чтобы она не ругалась. Но у меня была своя цель. Но что-то стало происходить. Я почему-то вышел на покаяние. Говорил это вообще неосознанно. Но через какое-то время, Дух Святой сошел на меня. И Он мне не давал покоя. И Он продолжал меня двигать с него. И по сей день продолжает. И каждый день мы изменяемся. Мы меняемся. От славы в славу. От славы в славу. От слава в слава. Господь Господь двигает нас в этом направлении. И движет нас в тази посока. Ходи като царь. Сиди като царь. Ешь като царь. Ешь като царь. Хочу повторить, независимо в каком ты состоянии. От искателя ослов до определенного помазания, когато Святия Дух ще слезе върху теб. Има определен процес. Не сдавайся. Акружай себя людьми, които в момента, когато искаш да се предадеш, могат да ти кажат, и нека отидем на църква днес. Нека ще има пророк. И да го питаме за посоката ни. Куда? На къде е? Какое е наше направление? И Дух Святой ще слезе и ще покаже, къде е посоката, на къде да тръгнеш, какво да правиш. И ти будеш другим. От слава в слава. Я благославляю вас. И нека се помолим. И нека се помолим. Давайте помолим, знаете, чтобы наше мышление, оно менялось. Нека се помолим, мисленнито ни да се променя. Чтобы нашите мысли от искателя ослов и отрсачено ослици трансформировали в царски. Към царските. Мы представляем великого царя. И ние си представяме велик цар и ние сме достойни за това. Господь будет заводить нас на высоты. Ще ни закарва на високото място. Аминь. Отец Небесный, Господь, я благодарю Тебя. Аз Ти благодаря. Благодаря Тя за это время. Благодаря Тя за това време. Господь, то, что Ти даешь нам возможность. За това, че Ти ни даваш возможность зайти на высоту. Да влезем на тази височина. Хотя мы не понимаем. Вопреки чини не разбираме. Что мы делаем. Какво правим. Куда мы идем. На къде ворвим. Но Ты трансформируешь наш разум. Ты открываешь нам Царя. Откриваш не Царя. Ты открываешь нам Царство. Ты не открываш Царството. Ты открываешь нам это величие. Ты открываешь нам новые пути. Новые знакомства. Новые запознанства. новых людей во имя Иисуса Христа я благодарю тебя благодарю тебя за эту возможность за это время за твоя время Дух Святой двигайся в это место движись на твое место обновляй нас Господь обновляй нас Господь обновляй нас делай нас другими делай нас лучше делай нас сильнее делай нас мудрее чтобы мы руководствовались твоей мудростью твоей божественной мудростью твоим словом знания во имя Иисуса Христа Амин 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 Субтитры подогнал «Симон»